МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С женским типом цветения, то есть плодношение, чтобы было более высокое, чем обычные кабачки. И мы вели раньше, так сказать, классическими методами селекции. И создавались методики, как вести эту селекцию и так далее. А сейчас ведем ускоренным методом селекцию кабачка. Это с применением биотехнологических опытов. В Федеральном научном центре овощеводства под опекой и чутким наблюдением Галины Химич работает несколько теплиц, в каждой около 50 видов гибридов. В следующем году на испытания в Госкомиссию отправится новый сорт цукини. Мы раньше мало работали с кабачками цукини. Это зеленоплодная и желтоплодная. Сейчас спрос очень большой и у населения, и у фермеров. Поэтому вот сейчас уже создан сорт желтоплодный, так сказать, тоже с применением метода биотехнологии. Все силы сейчас идут на то, чтобы подобрать правильную пару и вывести качественный гибрид, который и витаминами будет богат, и по холодостойкости другим не уступит. Говорит, что название придумывают всей лаборатории. Сорт патиссонов бисер относится к новинкам. Выведен всего два года назад для цельноплодного консервирования. Вот эти малыши пойдут в закрутку, а вот эти на семена. Плоды этого сорта до 8 сантиметров. Это настоящая находка как для хозяек, так и для консервной промышленности. Такие малыши легко поместятся даже в литровую банку. Мы узнали, какие сорта выращивают в нашем институте овощеводства. Теперь давайте узнаем, что выбирают наши жители. На местных прилавках представители тыквенных из разных регионов. Цены варьируются от 50 до 100 рублей за килограмм. Привозят из Краснодарского края, Ростова, Тулы и, конечно, из нашей Московской области. Разлетаются, как горячие пирожки. В разгаре сезон домашней консервации. Тамара Анатольевна – пенсионерка. Выращивает овощи и для себя, и на продажу. Говорит, кабачки любят компанию. В одиночку их не закрывают. Пропадут. И поделилась с нами рецептом. Кабачки режем на кусочки. Огурчики можно так положить, и помидоры можно так положить. По баночкам разложили. Делаем рассол. Готовим. На трехлитровую банку кладем пять чайных ложек соли и десять чайных ложек сахара. Поставили все баночки. Закипела вода, просто вода. Залили баночки водой. Постояли они пять минут. Слили. Во вторую воду кладете соль, сахар. Уже из расчета на каждую банку. Все закипятили, залили, перевернули и под одеяло. Сейчас одинцовцы с огромным удовольствием просто жарят и делают оладьи из кабачков. А на зиму будут делать икру, салаты и даже варенье. Мы тоже купили. Поедем готовить. Елена Морозова, Станислав Трипанов, телекомпания Одинцова.